Предыдущая серия, как вы помните, завершилась в Северной Осетии. Там мы обнаружили удивительные свидетельства того, как выглядело образование при Советском Союзе. А что в Осетии сегодня? Заглянем в случайную Владикавказскую школу. При входе стайка ребят. Очень просят, чтобы мы их сняли на камеру. Я хожу на футбол, я стану великим футболистом. Уверен? Да. А кто твои любимые футболисты? Месси. Месси? Лео Месси. Он играет в Барселоне, ему 29 лет. А кто такой Александр Матросов? Нападающий. Нет. А Зоя Космодемьянская слышала про таков? Нет. А Жуков Георгий Константинович? Он в России играет? Он за наших играл в 45-м. Нет. Не слышала про таков? Нет. А день победы какого числа? 9 мая. А победа над кем была? Над фашистами. Над фашистами. Они сюда приходили? Да. А, да, да. Хоть кого-нибудь, назовите нам из героев войны. Бородино. Бородино в каком году? Бородино когда было? Калашников. Калашников? Калашников. Калашников? Да. Я первая. А он что сделал? Он торговал своими… Он торговал оружием. Калашников торговал оружием? Нет. Нет. А чего он был? Он торговал. Потом он стал бойцом. И… Он был… Он ударил прямо… Да. Он был… Купец Калашников был такой купец. Но это немножко не тот Калашников, наверное, которого вы имеете в виду. А кто написал Бородино? Бородино написал… Стой, стой! Я же… Подожди, а… Не помните, девчонки? Нет. Это не пропащие дети. И это не глупые дети. Дети таковы, какова среда, в которой они воспитываются. Дети – это зеркало, в котором государство должно бы увидеть себя. В школе есть краеведческий музей. Нам показывают его с гордостью. Но в рыночных условиях история края, история страны, да и вообще любая история не могут конкурировать с Лионелем Месси. Музей на балансе Республиканского центра детского туризма. Центр работал полвека, водил в походы и экспедиции советских школьников и студентов, а теперь денег нет. Как и в других регионах страны, в Северной Осетии затягивают пояса. Сейчас, заходя к вам в школу, спросили, кто такой Жуков, и нам сказали, что это футболист. Я всеми силами стараюсь донести это и до Министерства народного образования, да, и до городских наших властей, что сейчас, именно вот в наше время, музей крайне необходим. Сокращение республиканского бюджета постепенно переводит центр на подножный корм, не до внешкольного образования, со школьным бы разобраться. Помните, практически все, что происходит у нас в образовании на местах, это головная боль и ответственность исключительно местных властей. «Единая система давно не едина». Узнав о планах чиновников, сотрудники Осетинского центра детского туризма пошли на отчаянный шаг. В день донора они сдают кровь, чтобы собранные копейки демонстративно внести в общую кассу. Как вы себя чувствуете? Нормально. Не обескровили? Да нет. Не жалко крови? Не жалко. Дополнительное образование дает возможность общению и душевному развитию. Без этого вообще невозможно существовать. Как так? А какая зарплата средняя у учителя во внешкольном образовании? Ну, где-то средняя зарплата около 15, можно сказать. 15 тысяч в месяц? Да, в месяц. Я не думаю, что можно будет нам эту ситуацию по бюджету и оптимизации объяснить глухонимым детям. И, кстати, у нас есть группа наша, которая занимается именно с детьми слабослышащими и неговорящими. Россия! Мы дети твои! Россия! Россия! Нужны нам твои голоса! Россия! Увы, донорская кровь не помогла. Этой осенью центр детского туризма остался без денег совсем. Режут штатное расписание. Уже покидая интернат для слабослышащих детей, мы обратили внимание на то, как выглядит оборотная сторона спортзала, в котором мы были. АУЕ. Арестантский уклад ЕДИН. Эта аббревиатура еще встретится нам и не раз. История, словно лента, разматывается назад. Все, что было ценностью в советское время, превращается в порог. И наоборот.